Мой ребенок еще подросток, то есть еще учится в школе, но я очень надеюсь, что мы здесь вот как бы ремесленную предподготовку организуем и для таких детей, для подростков, потому что готовиться к взрослой жизни надо все-таки начинать заранее. Про таких, как Алина, говорят. Особенный ребенок в медицинской карте у девочки. Серьезный диагноз – синдром Дауна. Но она, вопреки всему, жизнерадостная, активна и, несмотря на инвалидность, мечтает работать на радио. Девочка музыкальная, любит петь, танцевать в силу своих возможностей. Она мечтает стать соведущей Сергея Лазарева, в новом волне вести передачу с ним. На радиоведущих здесь учить пока не планируют, но вокал в программе обязательно будет в перспективе. А пока дети смогут обучаться прикладному творчеству, гончарному делу и шитью. Заниматься начнут уже с понедельника. Открыли мастерскую именно научить инвадеток какому-то виду мастерства. Но этих видов у нас в мастерской очень много будет. Поэтому каждый ребенок может выбрать какой-то определенный вид для себя и именно научиться этому мастерству, чтобы в дальнейшем начать работать. Мы объединили усилия для того, чтобы сделать такие мастерские. Они называются инклюзивные, потому что у нас будут и здоровые детки, и больные детки заниматься вместе. Кстати, делать ремонт в помещении будущей мастерской помогали не только родители, но и сами дети. Ну, вот красил решетку, двери. Это немного вот покрасил. Чтобы ребята могли осваивать новые профессии в комфортных условиях, осталось сделать лишь напольное покрытие. Заменить деревянные доски на линолеум. За время ремонта удалось собрать небольшую сумму. Правда, 100 тысяч рублей все еще не хватает. Организаторы ремесленного центра надеются на помощь неравнодушных людей. Мария Микшута, Илья Халяпин. День с толком.